всем привет мы снова в игре мутанты будем сегодня продолжать ее проходить собственно говоря у меня приключилась тут небольшая проблемка конкретно слетела вся вида к чертовой матери ну и сохранение мне не удалось вытащить поэтому я вот сидел и перепроходил эту игру конечно же не стал ничего записывать вот ну благо не так и далеко уж прошел быстренько дошел опять до этого места ну и вот сейчас будем продолжать вот такие в общем-то дела у нас в прошлый раз мы прошли две локации собственно говоря но сегодня вот это так сегодня вступаем в локацию морские титаны на и снова ночи снова и снова лес пока ничего нового да для тех кто не помнит мы идем на поиски хэммана пытаемся найти но одного из лучшего лучшего сталкера ковчега пытаемся его найти а он пошел за якобы упавшей машиной и станции на эдену вот и мы как вот идем за ним в том костей какой-то пытаться найти эту машину пытаться найти его узнать собственно говоря что же происходит ну сначала по старинке пойдем наверное так ближе к краю карты чтобы разговор об этом так сначала как всегда обыщем опа на ревне были странные ребята так к западу от дома костей потом надо будет походить повнимательнее поискать аптечка так что здесь еще есть да ладно прям вот так вот ящик лежит подарок судьбы называется да ну и как там чуть нормально или серьезно ну ладно так а что дает мне при атаке с возвышенности ну блин пускай ладно да тут нафиг дальность оружия повышаем крит господи она в ней ужасно выглядит просто вот вы на это посмотрите чё за котелок приплющенный или какая-то шляпка правильно называется блин но на ней она ужасно смотрится но нам-то пофигу в принципе как мы выйдем нам главное эффект так граната собственно говоря ребят я даже честно скажу не знаю как тут насколько хорошо все сейчас запишется потому что все настройки выставлял заново все по новой пытался но тут как говорится только практика конкретно покажет что у нас получится вот а что нет что придется немножечко переделать можно сказать сегодня в некотором роде даже тестовый получается стрим тестовая запись так нормальная пугало мне нравится хорошие да ты издеваешься любопытно вот аккуратно так мародер пока один вот пока один надо его нафиг брать как говорится вот отлично да ладно но ребята это как-то не весело ладно главное чтобы сейчас наш боров не налажал ну вроде все не так плохо собственно говоря когда я перепроходил игру я старался сделать так чтобы ну было максимально похоже как будто это все за один раз было пройдено то есть и и перки вроде бы так же распределил прокачал и все что нашел снаряжение развесил также как было надеюсь получилось максимально близко к тому что было изначально вообще напрягает на самом деле этот так еще раз стоп а у нас то есть получается тут два даже выхода да я так понял где карта зоны морские сна а до 1 вот в нет вместо до 35 уровня туда лучше не суваться и другой это дом костей на вот надо к дому костей в принципе но сейчас аккуратненько а вот вот это это видимо вот что-то вообще жутко неизвестное и стремное да я так понимаю неизвестная зона какая-то так господи все время путаюсь ладно предположим пока не будем заходить хотя хотя давайте зайдем вот ну просто чисто из интереса чтобы потом туда можно было сразу переходить они 10 раз там думать да попробуем просто о следующий вообще до 40 до 45 уровня лучше не соваться особо да но на самом деле его в 5 там 10 можно скинуть но у нас вообще 15 это совсем грустно гнилой лабиринт шикарное название опять те же леса где опасность там и есть чем поживиться как правило может быть мы сможем найти какой-нибудь скажем сундук с хорошей пухой или снаряжением за которые бороться то особо не придется а может быть нам просто по-быстрому отвалят кое-чего мы пойдем вы своя огромная машина в чу за хрень прикольненько выглядит любопытно какая-то таинственная организация из того прекрасного места пожалуй что меня только еще больше настораживает точнее насторожил бы на месте нашей прекрасные уточки это то что если такую мощную машину жирную здесь что-то завалило то что это могло сделать ну конечно может быть у нее тупо аккумулятор сел или топливо там закончится хрен знает на чем он работает но дело-то такое блин я что-то не понял вообще уже запутался где я видимо это только проход к этому громили дальше проходик вот можно открыть да так когда у меня такой просто вопрос пожалуй сделаем так сохранимся на всякий случай ну кто его знает а то ща дверку откроем и сразу кирдик будет покажу его вырубим фонарик что-то то как-то вот эти трупики почему нет кущений что сейчас будет какая-то тупая засада и ну все до свидания то есть был какой-то нехилый бункер из которого что-то мощное вырвалось и всех к черту матери порешала и нас собственно говоря все крайне пытаются отговорить сюда идти может быть стоило и послушаться но он болен еще развил клана пойдем сначала сюда все говорит валите отсюда не блин они бы хоть что-нибудь положили чтобы собрать что-нибудь интересно можно было так нихренаж вот стоп лом хоть что-то ну по крайней мере мы уже набрали всякой фигни это уже неплохо почему бы нет посмотрим что дальше что ждет конечно ты хорошо придумал силенка хватит на данный момент как всегда на а вот и мясник 35 уровень кстати не так много хп как я думал одна проблема я уже забыл на хрен откуда я вышел болен над был лучше запоминать окне ну должно что-то быть фееричное в этом месте не просто же так я его тихо тихо там еще один да кто-то да он охотник уже на 24 ну чё я зря что ли шел в конце концов из код конечно я приблизительно представляю но попробовать то можно так знаете с критическим уроном повременим ауч враг нас услышал ой а врагов чё-то как-то чуть больше чем я предполагал посмотрим что будет враг нас услышал шикарно и и видимо он сейчас говорит всем чтобы нас знаете я думаю на этом можно уже завершить даже просто не тратите время все прекрасно понятно что там все завито этими высокого уровня врагами что нам хана поэтому поэтому загружаемся обходим их смотрим что еще можно подобрать не подвергаясь сейчас не подвергаясь атаке и сваливаем кстати разделиться вы ребят стоит тут одному мне но подручнее будет стоп тут типа выход что ли ли чего не понял лет он показывает выход наверху а я как будто бы под землей так что ли ну ребят я понимаю выжившие все дела но мне рановато явно сюда слишком здесь и и и пойдемте отсюда пока что делать здесь нефиг прогулялись мы конечно весело набрали всякого дерьма но ничего толкового и такого чтобы нам они еще за разу он собраны все примут в одном месте один на другом то есть короче махач по любому будет да вот ну не снимешь их так потихоньку по одному или матче всех или вали на хрен называется болен еще и медбот здесь шляется топом топом топового валим схемы так шел к черту медбот я не уверен туда ли я иду я это место помню но я не помню как я сюда приходил откуда по-моему вот отсюда нет чертова лабирин они так сюда я заходил этот тупиковая комната точно приходил я вот отлично так ну тут фанерки думаю можно включить поднимаемся наверх пошел к черту этот бункер да но нам еще сказали то что здесь есть кто-то кто вырвался из этого бункера и возможно он здесь ходит дабы не бегать по сто раз если мы на этого кого-то нарвемся так а это вот я понял все а здесь вот этот чувак который вырвался вообще 45 уровней лучше вообще не лезть хорошо так все валим тогда на хрен обратно сейчас на морские титаны сразу если только нас прямо у входа уговора готова делала звучит надежуще немножко соберем и все к черту остальное потом успеется что и тут опять такое уже было это у нас раньше и мы видим это опять ну да ладно так ну здесь все понятно они самые главные у тирки под землей прячется так я могу прямо отсюда сейчас отсюда опять да отлично давайте и подгрузилась вот теперь только проблема я опять не очень помню откуда я пришел как а ну хотя нет ладно я помню откуда я пришел но бла-бла-бла-бла ох ты какая наблюдательная хаммон его еще и узнал то есть он значит был когда-то видимо союзником да я так понимаю болен и там кучу народу чертова сектанты мы только бы не попасться но наверх это на ну что я могу сказать с этими все понятно их будем валить чуть позже ммм прям закуток такой хорошо набрали сломанного оружия так ладно сначала валим короче тех кто наверху для начала вообще надо приготовиться к конкретному судя по всему мочилову блины этих двое они вообще по одному стоят где нет значит и эти тоже да сходят с ума потихоньку от болтовни в башке и ждут какого-то очищения ущете мозги прочищу ваш шарик зря вышел смысле кому я там попадаюсь не надо ни ля-ля-ля биби задает минуса 0 юма юма криво ный фонарик так вам все нормально этот вроде один на на всякий случай сохранюсь потому что как уже сказал по 10 раз меня вообще не катят переходить уже сегодня этим занимался так попробуем его сначала завалить без особых каких-то ладно а если я сделаю так по сути то я же тебя по тихому завалю урод видимо да так да куда что лучше бы подошел поближе надежнее было бы ну да ладно кажется я ему что-то отстрелил малость подождите это 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 пес или кот выглядит непонятно ну да ладно так ручная граната пожалуйста на дакса давайте походим посмотрим что здесь у нас есть блин хочется уже добраться куда-то дальше вы хочется побыстрее узнать чё же там с этим хэммоном но для этого нам сначала здесь на тех завалить чтобы это сделать надо как-то поаккуратней интересно я смогу от его прям как-то вот там много ходит не 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 так ребят тут мы не будем вас как хотя смотри-ка ну-ка что если я попробую сделать так 50 процентов крита не нужно ну-ка по-моему я не с того выстрелил а ну-ка шикарно выстрелил я не совсем с того чего планировал я хотел с арбалета все-таки но зато у нас все равно не услышали это здорово видимо сыграла роль дальность как я понимаю болен этот поджигатель секты вот если бы не тот хрен рядом все был бы нич что он уходит а ну-ка да знаю сохраняться каждый раз это такое себе занятие типа не очень весело но перепроходить как я уже сказал это еще менее весело ну-ка попробуем тебе прям жопень напихать блин если не выпадет крит мне типа хана меня за палец раз да блин ну что так нет это бесполезно я конечно мог попытаться но я просто вижу сразу то что у меня там хп мало я не отхилился после предыдущих боев в принципе возможно зря но продолжать бой было бы абсолютно бессмысленно итак сейчас погрузится может быть стоило отхилиться все же ладно так предупредит так подождите назад начнем давай-ка с тебя вот сто процентов ты попадаешь неплохо ну-ка отлично критический урон тот которого мне так не не хватило в прошлый раз да так тихонечко да ёмы ну да вы издеваетесь но все же хорошо было прямо этот выбил этот но нет взял промазал ну что такое ну а что если его попробуйте бурным опять же так же вы а у меня не откатился это да скилл не откатился лажу овенька ну-ка предположим сейчас так блин этот начал подходить зараза отлично 6 creed бормин почему у меня ну давай 4 и вот вопрос дакса все-таки он нас услышал помогите а сам сваливает и много вас слушайте в принципе их не так чтобы до хрена вопрос в том что вот этот брат бодин умеет если ни хрена особого то чё то завалим так далековато начнем с тебя неплохо теперь так что если я блин недалеко да хорошо обездвижен тебя все слишком далеко да ладно сюда давай теперь так опять все слишком далеко невозможно попасть вопрос томат блин позицию мне конечно ну прям таки скажем так себе что он что-то мне эта хрень напоминает в экскоме была похожая фигня но блин хоть убей я не помню что он давал единственное что я помню если убивал чувака которая накладывает тогда он подыхал тот который это делал проблема в том что я хоть убейте не помню предположим на те тварь зарядим так мясника секта потом а защиту он видимо нифиговую наложил я понял тогда тебя черт надо как-то валить этого охотника секты с такими уронами это будет такое себе развлечение ладно бежим сюда да блин еще и тяжко что значит слишком е-мое ладно а я же перезаряжался так он хрен с ним мы еще же мы все равно еще живут блин если бы я подхилился перед тем как я начал всю эту канитель может быть все было бы нет не так уж плохо так мне кажется еще все очень все скиллы права флил все плохо мародер жив этого бить еще дофига и и и и и и и и и не по моему сейчас черта как это у вас мим и ни хрена не мимо ребят так ладно делаем так ой почему ты сюда вышел это не к добру блин урон 4 а тут урон 5 но перезаряжаем чё надеюсь попадет ура так далее охотник секты что 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 повторюсь надо было отхилиться перед хорошо ладно воскресить по логике охотник должен сдохнуть от этого как он называет господи от огня как вот этого брата я думаю как минимум его стоит поджечь интересные отсюда смогу завидеть что теперь так все понятно теперь я знаю что он делает как он делает а это значит надо будет я хрен знает что если надо будет сделать но мы его завалим я уверен и так для начала собственно говоря чё тут думать обойдем вокруг завалим потихоньку всех остальных по-быстрому а а потом этого одного разложим так чтобы от него ничего не осталось и все в принципе план прост до безобразия так вот план прост до безобразия но от этого не является менее эффективным как говорится ой 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 ойoh вот он прям шел так гад а я очень неудачно это ну да ладно и да так как я в прошлый раз 10 раз повторил о том то что стоит отхилится да блин не не то нажал то видимо так она есть копироваться вырубить фонарик я думаю стоит сохранить потому что в принципе сам по себе этот чепушила не такой уж и опасный я так думаю но когда вот он кого-нибудь заряжает своим щитом тогда становится грустно отлично все нас там уровень интересно чё ничьи даже неплохо можем прокачаться так дальность оружия на механический враг он конечно может быть потом будет пока я их особо не вижу поэтому будем качать то что надо реально мышь снайперы мать его так за ногу да это я уже определился что хочу вот это но и можно давайте потихонечку так теперь ты красавчик что у тебя на это покопим до поедания трупов так теперь осталось завалить того наиболее сильно то что на самом деле вот эти туда мне особо никаких проблем не доставляли кого я уже положил а вот тот вот урод вот правильно правильно охотник давай в жопу иди туда сейчас мы тебя там и распидорайся ну вот то и считай попался замечательно обойдемся без крита я думаю у него побережем на последнего на брата того так сын что у нас нормально валим блин вот опять же нужен крит если не будет крита мне хана хотя как сказать хана интересно сильно попадет ну так неприятно конечно и вот брат боди до подошел блин и аж поджигатель секты нет так не пойдет стоп блин а я не помню сохранился нет видимо нет ну ладно надо валить за один раз забыл про поджигатель секты а я тоже думал все а это даже можно включить один хрен никого нету так как пробоваться не забыть итак сначала валим того аккуратненько проходим проходим нормально так тихо сейчас я вот что сделаю сверху короче на него попробуем так все наверно снова сохранится опять же чтобы по десять раз но слушать крит пятьдесят процентов отсюда ну давай так да блин не прокатил крит плохо надо чтобы хоть у кого нить он прокатил и будет хорошо да ешкин и крит двадцать пять замечательно походу я начинаю заново да хотя можно интересно интересно я на цель вне досягаемости замечательно ну тогда только надеюсь на дай он будет опять всех звать не так не пойдет меня это локацию убивает вроде бы простая все понятно я вообще хотелось все не помимо это еще одну локацию ребят пройти но что-то как-то у нас все тормозится ну атаковать его сверху мне идея понравилась нормально там заходит ты 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 нет 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 сельма уйди блин так давайте речи 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 нет 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 уйди уйди твою ж налево ты заебалом по собственному дебилизм в принципе попадаюсь понимаю это прекрасно но знаете когда раз за разом проходишь снова снова одно и то же вот вечно ты и тип уже знаешь как надо сделать и короче хочется очень побыстрее это сделать того что торопишься получается только хуже и по ламе мы следуем следуем за тобой до проходим 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 да ё-моё вот опять вот ну так ладно все сейчас спокойно короче не торопясь вообще обойду его с другой стороны завалю засыплюсь все нафиг надо мне надоело это сотый раз загружаться в одном том же месте как придурку а я думаю хороший с этого я я пока тут с этим воевал уже забыл вообще где тут ходил где не ходил потом полку локации придет заново бежать в поисках лома и прочей бредятины который может быть который может быть не так уж и нужно но которую хочется получить и собрать так интересно интересно вот мне мне я понял что сохранимся для начала здесь мне просто почему-то показалось то что на эту палубу можно было бы зайти с другой стороны но видимо ни хрена так что еще полгода будут здесь шататься туда-обратно блин сохранился конечно тоже идеально все бы ничего но этот брат будем слишком сильных усиливает броню на них накладывает и задолбаешься просто одного охотника секты этого дубасить до потери пульса вот отлично у нас сваливает проходим проходим аккуратненько проходим давай дальше тупой господи ты запрограммирован туда идти придурок пиксельный так поднимаемся аккуратненько и вот тут попытаемся сохраниться и отсюда уже надо его точно разложить короче все засада давайте жжем так начнем с тебя чтобы впоследствии если сейчас никто не вышибет о вот это я понимаю можно было не париться ну-ка может часть и критонешь нет да ладно вот теперь мы блять кританули когда вы нахер не надо было кстати это же проход вообще в другую локацию отсюда до нас да так ладно здесь походим по пруде по бродим чуть попозже сначала давайте все таки всех завалим ну люблю я всех валить плохих ребят конечно из хороших то мы не трогаем да так теперь надо его опять обойти неудачно встал сюда так нет 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 утка спрячься может по краешку нет по краешку не получилось ладушки а ладушки что первый раз загружаемся сто первый раз загружаемся все подгрузилась все потопали я просто блин надо на ту сторону обходить мне короче лень поэтому я как идиот пытаюсь вот так вот прокраситься потому что сначала мне надо завалить вот этого поджигателя секты нахрен кстати вот очень неплохой шанс он как раз отошел отвернулся тот брат а значит 75 процентов так повыше увеличим процент крита блин не с того стрелял с чего хотел интересно я всех переполошил или пока нормально бум о да идеально все остался последний утырок так подходим к нему и и херачем из всего что есть даже не скрываясь как я просто что называется хоп хайла лавой что он вообще выглядит даже адекватно так немножечко сшибем тебя вот по полежи получил пулю в жопу козел даже скрываться не буду ребят вот просто беру подхожу валю на тебе шкаешь нормально стоят блин сейчас будет боров тетка и гусь по сути вплотную хреначить по лежащему чуваку и не могут его убить это вообще нормально мне кажется как не очень чё нельзя что чтобы кто-нибудь взял в жбаному выстрелила разочек так хорошенько вон боров со своей пухой нехилой фигакнул бы и нормально разу вот так прям от души что называется все сдохну замечательно хух отлично завалили гада теперь можно спокойно походить исследовать все что здесь только есть и валить в следующую локацию непосредственно непосредственно вот сюда в дом костей какой-то посмотреть место крушения да по сути прошли таблине сегодня только одну локацию во вторых в других так побегали чуть-чуть осмотрелись ну там мы тоже время приличненько потратили ну ладно что ж теперь что у нас надо сюда же заходил уже до вроде как так регулироваться на случай вот я не помню блин где я был где не был здесь я помню распустился вроде когда или нет а ну да вот вот это пугало гребаная но я не конкретно здесь спускался но не суть важно скорая заехала это нужен ключ управления локации интересно где его достать у пологики он должен быть где-то на пароме наверное или типа того будем искать я думаю он по любому где-то в этой локации вряд ли его поместили еще куда-то как-то глупо было бы так там мы сходили там мы все обошли там у нас проход в лабиринт так ну да можно двигать на этот паром наверное здесь вроде бы я там тоже все обходил уже по десять раз здесь тоже блин через этого брата даже ничего не вывалилась могла бы какая-нибудь пух там нормально упасть ну ладно хрен с ним он вроде без пухи ходил но хотя бы шмот какой чётенький детали оружия что у нас тут еще есть к этому тут петушару 1 завалили чем не откажется что вот где-то вот в этой рубке должно быть но чувствую как только туда зайду наверняка меня сразу перекинет в другую зону может у какого-нибудь вот такого мужичка валяющегося дохлого она должна быть этот ключ эвакуации в управлении на обломке техники я до хрена нашел это конечно замечательно но он говорит а ну вот говорю уже у трупика все банально просто этот машину просто чисто 99 как код наша русская вас вообще при том то что везде написано полис туда-сюда да и вообще все надписи на буржуйском так стоп не туда подбежал ой вот что в этой игре все-таки вот и есть несколько скажем так небольших недостатков на мой взгляд первое это то что могли бы все-таки сделать типа ну пробежки пускай даже добавились добавился бы такой параметр скажем какой носливость да там ну типа как вот в сталкере например в том же наподобие еще да много где вот чтобы но хотя бы короткий перебежки от можно было делать то что так медленно тащить туда-сюда ну вымораживает в общем и второе что немножечко вымораживает это все-таки то что нельзя продать ненужные вещи я посмотрел поискал я так понял то что этого сделать здесь нельзя они будут тупо у нас капица ну блин теперь доспехи я счет по угар не будет ну ладно защита от огня ну конечно неплохо но я бы так сказал не стоит тех усилий которые мы потратили вот сейчас бы вот мне побыстрее бы туда добежать нет тащусь тащусь не хватает пробежки немножко не хватает так стоп там чулон все-таки есть мне казалось все собрал хорошо жмурики 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 отправиться вот мы видим сейчас как-то переправим реку очень интересно как этот паром еще работал в таком состоянии но видимо как-то работает о снежок нормально ребят хоть какое-то разнообразие смотрите-ка кстати снег ненавижу ну не то чтобы прям ладно ненавижу но я не люблю холод вот так вот бедная утка мне кажется сейчас охрене это окоченит здесь у меня так у меня есть что-нибудь интересненько нет да ни хрена нет ни шутя ладно кстати нам говорили вроде как западу отсюда что-то должно быть видимо вот здесь вот надо будет потом исследовать как следует так а пока что я загружался даже забыл прокачать да ну ладно когда из перемещение немножко увеличим у тебя h11 . доступно давай так и ну подождем прокопим и у тебя вот поедание трубку вот так и сохранимся а то я сколько раз там загружался что он даже из башки нафиг вылетел просто что стоит то прокачаться немножко 18 будет до 20 уровня дойду пойду пытаться завалить на хрен того чепушила 55 лава который еще на это на первой локации нам встречался так что хотел да ничего не хотел но у нас здесь что-то исследовать вот знаете вот я играю как ну то есть хожу за даксы в основном зовут куда мне вот он больше симпатизирует даже и не знаю почему хотя наверно многие назовут его нытиком ну или типа того а мне он симпатизирует я тоже не сильно желал бы лезть в такое место как дом мертвецов хотя бы хотя в итоге наверное поперся бы видимо он там красный мор ну красный мор и ты так понимаю то хрень от которой вымерла все человечество то бишь древние как они здесь зовут а возможно и причина мутации наших друзей так лом по собираем сейчас как обычно пройдемся но видим нам можно смело идти в ту дверь потому что здесь я больше ничего особо такого не вижу вроде как вот мой круг почет сделали да нам туда ага здесь тоже идет раздвоение дороги я так понимаю одна левее друга правее гениально правда вообще просто так хорошо может быть окажется что-то пропустил но желание таскаться под деревьями у меня дофига нету как мило никто не заходил так далеко на север с почином ребят вы молодцы я вас поздравляю дошли али вот куда лучше правее левее ну левее это видимо я там все-таки дадут до тропинки который ведет меня и еще дальше да вот то это неизвестно место в которой принципе надо будет дойти но все же не сейчас так как так как что а хрен знает о что понятно по чуть-чуть наши друзья появляются снова да блин и опять не стал уж мальну по моему они с того все нормально еще и фрит выбил замечательно да ну уровень в дом мы зайдем чуть попозже сейчас попробуем походить вокруг сначала что 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 Сто девятики И не говори Прикольно Забавно Как я уже сказал Меня не перестает удивлять этот Веселый мир Так Самое время Вообще идеально Перегруппироваться Фонарик вырубить Блин, бесит то, что после боя Автоматически включает фонарик Надо будет потом посмотреть Может быть это настройках Можно убрать Крит за критом Где же вы раньше были, когда так нужны Сейчас, конечно, тоже неплохо, но Тут и так неплохо Все справляемся Так, ладно Панель пока включим Внутрь здания По-прежнему не буду заходить Обойдем пока Все вокруг Так, а тут у нас ничего нет Ничего Ладно, идем дальше Так, вот и Собственно говоря Сейчас Зайдем сюда Чтобы потом можно было Спокойно отправиться Сюда С другой локации Скажите, пожалуйста А здесь Тут даже нету Блин, или пройти здесь А то она потом Ладно, давайте сначала Пройдем все-таки уже Дом костей А потом вот Из-за и Фала Забежим обязательно Осмотримся Надеюсь, там что-нибудь толковое будет А сначала Пройдемся Здесь Так вот Медбот Кстати Медбот Надо бы тебя завалить Чтобы ты мне потом тоже не мешался Знаете Я вот Хотя ладно И так Гребаный медбот Я, к сожалению, забыл, что у него Чертовы Две брони еще Да Так, все До свидания Даже Пробовать не буду Пройдем К черту Этого медбот Тогда Потом Потом Глядишь Завалим А пока По краю А, привели к нам Сталкеру, который Садишься Вся информация Это, видимо, как раз Наш Хэммин Да Или как Вот Ладно Здесь Неудобно Проходить Пойдемте Здесь Где-нибудь Пошарим Блин Здесь здание Еще здорово Первый Второй Этаж Там Ходи Сям Ходи Вон Какой-то Металлолом Это я к тому, что Следует Дофига Непонятного Надо Но тут Не надо Ладно Это уже Непосредственно Вход в здание Сначала Обойдем в здание Вокруг Потом уже Будем туда заходить Обчистим его И На задний Двор Думаю Как-то Так Так Надо Техолочить Фонер Потому что Я уже Задолбался Еле-еле Тащиться Я конечно Понимаю Что Нас Могут Запалить Сейчас Выключим Немножечко Мясник Не пойму Один Вроде Один Идет Ну раз Один Знаешь Конкретно Нарвался Никаких шансов А мне Такий опыт Потихоньку Падает Сразу Подберем Что С него Свалилось Так Ага Это вот Мы подошли К вот этим Чепушилам Которые Орали То Что Бла-бла-бла А у нас Сталкер Заложников Еще Один Мародер Я надеюсь Пойдешь Чувак Пожалуйста Спасибо Спасибо Переговор Вырубить Фонарик Смотрите Здесь я почти Все Обшарил Остался Дом Непосредственно Да Так Здесь я думаю Опять же Можно включить Немножко Фонарик Опять Какой-то Левый голос Подождите Мне показалось Или тот Типа Лом был Будем считать Что показалось Вообще Я так думаю То что Как только Как только Мы завалим На вот Этой Вот Локации Какого-то Рогатого Дьявола Что-то Мне подсказывает Этот голос И прекратится Ну я конечно Не уверен Но у меня Есть только Подозрения Время Покажет Пока Побегаем Еще здесь Ну вот Вроде как Территорию Плюс-минус Обошел Надеюсь Ничего важного По крайней мере Не пропустил А значит Самое время Завалиться В домик Перебить Уже Всех Там А может быть И не только В домике Но и снаружи Интересно Где у них Основная сила Он еще Какой-то Брат Как мне Показывает Практика Этих Братьев Лучше Валить В последнюю Очередь Так Медбота Мне не завалить Бабы реку Ну то есть Может конечно И завалить Но Так Давайте Забраться Блин Как-то Они неудачно Расположены Поджигатели Охотники Секты Совсем Неудачно А что тут Обследовать Было Кнопочка Обследовать Трук Что я Видел Попробуем Зайти Все-таки С парадного Входа На то Что-то Как-то Непонятно Не Я конечно Предполагаю Что Возможно Будет Такое Что Их Всех Вот Ну как бы Не завалишь Да Так По-аккуратненько Хрен Второго этажа На первой Это не увидят Или увидят Любопытно Так Ладно Ребят Тут на самом деле Еще можно Долго Ходить Как минимум Полчаса А то и час Вот Поэтому На сегодня Пожалуй Закругляемся В следующий раз Обязательно Дадим им Люлей Хорошеньких Все Обследуем Осмотрим Как следует Не торопясь Пройдем В следующую Тузону А на сегодня Все Всем кто смотрел Всем спасибо Всем пока